Тебе же эта вся ситуация неприятная, ты с удовольствием ушла в сторону, но ты боишься зашу ждения коллектива, правильно? То, что ты пришла к нему и сдалась так легко, правильно? Это же всё видно по тебе. Ты не привыкла к таким ситуациям, они тебе просто омерзительны. Я в той ситуации вообще первый раз. Вот, и тебе это не хочется переживать, правильно? Ты проще отойти в сторону, правильно? Но ты боишься, что мы тебя будем осуждать за это. Я тебе говорю, мы тебя не будем осуждать. Мы тебя только поддерживаем, потому что ты доволен apple. Отойди в сторону, Марись. Отойди в сторону, сделай себе приятную пирожку, сделай приятную Андрюшку, сделай приятную Аню. Всем от этого хорошо и ты сама себе не будешь навязывать то, что тебе неприятно. Я как посторонний человек, как неизвестный. Пирожок бы сейчас говорил, отойти в сторону, потому что потому. Я тебе как незатерестованное лицо в этой ситуации, я тебе говорю, отойди в сторону. Он, значит, смотри, в перспективе парень, он подойдет кручение, поэтому он и помогает. Он не все сомнение в голову вкладывает. Бонни мой парень, что там дальше цепочка. Сейчас решим так, что заселимся втроем, потому что мне, в принципе, ну они симпатичны. И просто сопоставься за и против, и подумай, надо ли тебе... Нет, я согласна, я ничего утверждать не хочу пока. Пока я наблюдаю за ситуацией. Но пока ты наблюдаешь, учтишься, другой человек переживает. И я представляю, как тебе неприятна эта история, эта тема. Да, Ань, мне она действительно неприятна, потому что я не думала, что вы расстались по такой причине. Мне сказали, Андрей свободен, приходи на проект, почему бы не попытаться построить пару. Я не думала, что тут столько подводных камней, что вы еще не расставили все точки над «и», что твои вещи еще здесь в комнате. Это я не знала. То есть это для меня было, ну как сюрприз. Ну смотри, я тебе могу сказать, мы на самом деле расстались две недели назад. И вот эти две недели мы общались не как любовники, не как пара. Мы были офигенными друзьями. Мы проводили все время вместе, мы смеялись, мы улыбались. Ну, конечно, были там моменты погрешности, моменты соблазнения, но он даже не поддался на эти соблазнения. И я тебе могу сказать, что сейчас для Андрея тут на проекте я самый близкий человек. Ну, не считая Сашки и Колбоза, но Сашка и Колбоза тут редко бывает. И, не знаю, как говорят, если любишь, отпусти. А в твоем случае, возможно, если хочешь сохранить, отпусти. Сегодня неожиданно Марина предложила Андрею, Ане и самой себе начать жить втроем. Что если у Андрея такая сильная привязанность к Ане, а Аня, в принципе, не отпускает Андрея, то она готова к таким вот жертвам, к таким экспериментам, я не знаю, называйте это как хотите. В общем, предложение Марины, поэтому, как бы, с нее и спрос. Марин, давай вот, если ты еще раз это повторишь, мы будем всерьез об этом разговаривать. Это шутка. Ну, этот разговор был в мужской спальне, и разговаривали, был-то при нас... Неважно, это шутка. Это было, если честно, сказано в качестве шутки, чтобы посмотреть на Андрея и на Анину реакцию. Я считаю, что это действительно шутка, потому что и Ане было бы неприятно наблюдать за нами, и мы как-то бы себя неловко чувствовали. Мне кажется, в свое время ты бы приняла это предложение за радость, если честно. Ну, я тебе признаюсь честно, это в моих таких некоторых пошлых сексуальных фантазиях может быть. А вот если для жизни... Так смотри, мечты сбываются на Доме-2. Не, ну что вы. Нет. И твои фантазии пошлые тоже могут здесь реализоваться. Я считаю, что это неправильно. Опять же, это будет неприятно всем троим. Я с Мариной, Оль. Я с Мариной. Ты с Мариной, хорошо. Но ты говоришь, я с Мариной, как просто какое-то заклинание. А по факту с Саней общаешься. Марина-то что делает? Она говорит, я готова просто заселить ее в нашу комнату, чтобы она была у меня в зоне действия доступности. Мне так будет проще, говорит Марина. Да она пошутила. Она же сказала. Как, шутки с шутками, если она сейчас молчит, со мной не спорит. И до этого сказала, что я Андрею не высказываю претензии. Это говорит о том, что у нее претензии есть. Жизнь втроем еще более усугубит нашу ситуацию. Мне на самом деле с Аней нужно научиться общаться как-то лайтово, именно как вот приятели. Просто приятели. Это тяжело после пяти месяцев отношений. Давайте тогда, чтобы я не нервничала, давай удаляйся с Аней номер. И вот будете общаться в доме просто. Он его наизусть помнит, Марин. Почему я захотела жить втроем, но это было сказано в качестве шутки. Чтобы я знала, что при мне Андрей не написывает смс. Я же проверить это никак не могу. Ни социальные сети, вот в социальных сетях они не переписываются. Все остальные смс, как я буду это проверять? Верить на слово? Я не верю. Пусть вот сейчас берет, достает и удаляет. Удаляй, Андрей, ну правда. Согласна. Ну удаляй. А у меня другое предложение вообще, Марин. Пусть он вообще откажется от телефона на доме 2. Мне по работе нужно. Телефон мне нужно по работе. Потому что, знаете, Виолетта из Турции может тоже в любой момент набрать. И еще какие-то девушки. А она тоже удаляет. Оль, ну согласись, а какой выход из этой ситуации? Он может плясать по твоей дудке, я по твоей дудке плясать не буду. Я сама в праве, удаляйте или не удаляйте. Подожди, Андрей, ты удаляешь номер или что ты сейчас делаешь с телефоном? Нам интересно всем. Она напишет, скажет, бред, это я. Что я не вижу? Ребята, о чем вы говорите? Они на периметре живут, и при чем тут номера вообще? Андрей, взял, удалил телефон Ани. А если Аня тебе напишет? А если Аня с тобой встретит? Он ей ответит, кто ты. Кто это? Я просто, я извиняюсь, но я считаю, что это ерунда. Вот это удали номера. Удали изписки друзей и так далее. Действительно, тут столько подводных камней, как обхитрить. Она мне напишет, я ей отвечу и так далее. Здесь ты должна доверять, отношения должны быть на доверии. Хорошо, ты обещаешь Марине, что ты больше не будешь с Аней переписываться? Я обещаю, что не буду больше с Аней переписываться. Мы не переписывались? Мы не переписывались. Но вчера же вы переписывались? Нет. Да? Нет. Да? А как быть с тем, что Марина тебе все равно не доверяет, Андрей? Так, ну, время должно пройти. Но взять и бросить эти отношения на полпути, это неправильно. Мы должны учиться доверять друг другу. Ты же там говорил, что еще месяц назад похоронила отношения Саня. А сейчас ты почему-то их откопал, и тебе заново нужно время, чтобы их похоронить. Ну, потому что мне... Как вам сказать? Правда, скрылась. Тебя вчера не было просто, Оль. Ну, расскажи мне. Ты вскрылся, вскрылись некоторые очень важные для меня эмоциональные моменты, вскрылись, по которым я объяснил, почему мы не можем быть с Аней вместе. Я эту историю закрыл. Я ей благодарен за все, она чудесная девушка, но все. Но однако ты продолжаешь дискуссию с ней. Ты не закрыл с ней отношения, ты не поставил точку, ты продолжаешь в ней общаться. Тебе до сих пор волнует то, что делает Аня. Тебя задевает этот мужчина до сих пор, который присутствовал. Тебя это беспокоит, ты нервничаешь из-за этого. Ответ, она мне не безразлична. Она мне близкая, близкий мне человек. Это не значит, что я люблю ее и хочу быть с ней. Я отвечаю как есть. Она мне близка, я за нее тревожусь. Я не хочу, чтобы у нее в жизни были проблемы, не хочу, чтобы ей было плохо. Из-за этого я, может быть, и жалел, и вот это расставание было такое для вас неправильное. Хорошо, если Аня для тебя близкий человек, кто для тебя Марина? Марина – это моя девушка. Любимая? Ну, мы про любовь пока не говорим. Я говорю про любовь, я говорю, любимая девушка, единственная девушка. Любимая, единственная девушка, с которой я строю отношения, изменять я не собираюсь, ни с кем не переписываться. А любовь, она приходит со временем. А секс бывший – это не измена. Ну, давайте честно, да, Марине Андрей в принципе не нужен. Они только недавно познакомились у нее, нет к нему никаких чувств. Андрей и Марин тоже в принципе-то не особо. Они тоже недавно познакомились, у Андрея нет к Марине никаких чувств. Вчера, по-моему, все заметили, не только вчера, что у Андрея что-то ко мне явно, но есть. Я не говорю, что это любовь, я предполагаю, что это родство душ. Как он сейчас сказал, что я близкий ему человек, родной ему человек, все-таки мы пять месяцев вместе прожили. Все знают, что я его люблю, и пусть он там может в это не верить, но я это знаю для себя, что эта любовь очень сильна, как, ну, это сильная любовь. И я, правда, готова на многое поменяться, я готова не давать поводов для недоверия, чтобы его доверие, о котором он вчера говорил, вернулось. Я готова работать над собой, над своими минусами. То есть сейчас, получается, да, вот спустя вот все это время, что ты уезжала, вернулась, в итоге, да, мы приходим к тому, что ты сейчас все равно говоришь о том, что ты его любишь, что ты готова меняться, и ты его готова принять в любой момент. Я его люблю, и он мне нужен. Это мой мужчина. А наличие Марины тебя вообще никак не останавливает и не смущает. Не настолько сильно, насколько это могло бы быть. Андрюш! Андрюх спалился, да? Нет, да вы просто Кутузова меня смешите. Да что Кутузова? Тут Аня, стоило пару комплиментов сказать, что ты мой мужчина, он мне нужен, так ты расцвел в улыбке. А кому не было бы приятно, мне кажется, если бы сейчас бывший молодой человек Марина пришел и сказал, что она сама чудесная. Сейчас все это. Да не, Марина все равно. Марина не хочет. Подождите, сейчас, ребят, я вас спрошу, я вот хочу с этой троицей сначала разобраться. Что делать-то с Марией в итоге, Аня, если ты говоришь, что ты любишь Андрея, он тебе нужен, это настолько большая любовь, что ты все-таки надеешься, что Андрей поймет, что это отношение, это мишура вернется к тебе. А где ты на это рассчитываешь? Я думаю, что Андрей это поймет. Я думаю, что Андрей это уже немного понимает, к нему приходит это осознание, что Марина это не та девушка, которая ему нужна. И Андрей же у нас, ну как это сказать, я думаю, что Марина сама тоже со временем поймет, что Андрей, конечно, самый лучший, но он не для нее. То есть ты думаешь, он просто перебесится немножко и к тебе вернется, да? Я надеюсь, что он просто перебесится, а дальше посмотрим. Ну это Нострадамусы и так далее, что предполагать-то? Марин, в твоих руках сейчас ваши отношения. Слушаем мы ее решение, что ты будешь делать. Конечно, коллектив меня сильно расшатывает, но когда я шла сюда, я шла на стройку, я хотела остаться. Я хотела, ну, чтобы прошло время какое-то, потому что они не так давно сами расстались. А может, что получится. То есть ты хочешь эти отношения попробовать все-таки построить? Да. Ну ты ждешь поступков от него? Или сама, наоборот, будешь делать такими, которые одолят его? Будешь делать это сама. Ну что ж, это грамотное решение, как мне кажется. Сделать все для того, чтобы мужчина смотрел только в одну сторону. Эта сторона была именно ты. Конечно. Ну что ж, не в пользу Ани заканчивается, да, сегодняшнее лобное место. Андрей и Марина остаются вдвоем. Ну, а они тоже хоть кормили нас как-то? Да. Все, что будет здесь? Я сам буду готовить и Маринку учить. Маринка? Беспособная. Беспособная? Что, научишься? Рыбу же приготовила. Ну, если не показатель, ты же понимаешь, что-то под палкой ты заставил, потратил на эту неделю, чтобы она приготовила тебе рыбу. Одну рыбу, которую она просто почистила, положила в фольгу, и Ольга Васильевна сказала, как сделать, она положила ее в печь и все. А это что, приготовить? Ну, я, Никита, у меня еще есть лимит доверия, я надеюсь, что она сделает это. Ну, ведь отношения-то не только готовка, но для меня, когда все это знают, что для меня это важно, да, как бы. Ну, я надеюсь, что все будет. У меня Надежда пока еще жива, хотя она с каждым у меня все слабее и слабее. Она с каждым у меня все больше похожа на Надежду Ермакова. Да, 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 да. Сегодня они опять обещали приготовить суп. Ты знаешь, и только... Приготовила, да? Да, ты знаешь, и только, вот я ем орешки. Ну, Кручинина тебя покормила хоть сегодня? Кручинина меня сегодня кормила? Не? Не. Вчера. А, ну вчера, да, значит, курицу там готовила. Ну, сегодня не кормила. Так ты хоть, пускай Кручинина хоть тебя подготавливает. Не, а я сказал, что Кручинина будет готовить, я буду кушать. Ну. Мне кажется, еще дня три. И уже мои вещи будут там. Ой, это прям вообще круто. Ну, мне, ну, я хочу, я не могу знать наверняка. Я не знаю, что у Андрея в голове, но я на это надеюсь. Потому что, ну, как-то вот говорит он одно, а вот что-то чувствует, знаешь, вот я чувствую, вот мы сидим, тут сидишь тысбо, и вот тут сидит он. И я прям чувствую, знаешь, какие-то вихри от него ко мне. Какие-то искры. Да, вот что-то... Да я сама вижу, как он переглядывается, он только и делает, он в сторону Марины, в принципе, вообще не смотрит. Только в твою сторону, да. Да, вспомним вообще ваши отношения, как вы шли после лобного. Вместе готовили, вместе кушали, да. У него этого сейчас нет, он поэтому скучает. Может быть, как-нибудь... Ну, тебе нужно поговорить, что все-таки с Мариной больше общаться, я считаю. Чем больше она будет общаться с тобой, тем больше, а тем меньше она будет общаться с Андреем. Ань, вчера Андрей целый день голодный ходит, ходит голодный, кушать хочет, в холодильнике заглядывает. Маринка ничего ему не делает. Она ему ничего не делает, потому что ей это не надо. Потому что она не привыкла это делать и не умеет это делать. Ольга Васильевна, может, ты ему приготовишь сегодня завтрак? Ну, не знаю, об этом можно подумать. Мне, в принципе, немного осталось собираться, поэтому что-нибудь такое лайковенькое можно приготовить. Ты возьми, так приготовь, спустится он, накорми его. Я сомневаюсь, что она его накормит, и сегодня он будет опять голодный ходить целый день. Вчера весь день голодный ходил, знаешь, этот... Главное, она сказала, что будет супчик готовить, что-то ходила-ходила. В итоге стала готовить я. И Андрей так демонстративно перед ней прям поблагодарил за этот супчик, что... Ну, видно было, что он недоволен тем, что он ему готовит. Не, ну, как бы я, знаешь, тоже навязываться не хочу, специально для него там 300 блюд готовить не буду. Я приготовлю омлет для себя, а ему отложу просто. Ну, Свет, ну, у тебя еще эта Аня попалась, которая, знаешь, вижу цель, не вижу препятствия. Знаешь, ее в дверь, она в окно лезет. Ну, на самом-то деле. Ну, да. Другая бы уже сплюнула, сказала, фу, мне, знаешь, ну, унижаться так не буду. Чувство гордости уже сыграло. А это нет, тут, знаешь... Ну, она же точно не взять, но она молоденькая, понимаешь, у нее, грубо говоря, первый. Такая вот любовь у нее такая, мне так кажется. Слушай, такая молоденькая, такая, извините, злая. Такая маленькая и такая злая. Ну, да, она немного грубоватая, конечно. Но злая. Да. Ну, действительно, очень злая. Ну, а что говорят, она же из какой-то неблагополучной семьи, да? Угу. Андрей, ну, смотри, ты постоянно утверждаешь нам о том, что у Марине не хватает тех качеств, которые есть в Ане Ключининой. Ты хотел бы немного хозяйственно, чтобы она была, может быть, заботливой, более же как-то женственной. К тебе больше с трепетом относилась. И, между прочим, Марина за глаза Ане как-то начинает ее оскорблять, называя ее мочалкой, то, что девушка не из благополучной семьи она. То есть в глаза она улыбается и говорит, что хорошо к ней относится, а за глаза все-таки как-то поливает грязь. Ни разу при мне, при мне, по крайней мере, она не сказала, что Аня из неблагополучной семьи, поэтому я этого не слышал. Да, я слышал, когда Марина назвала ее мочалкой, и оба раза я сделал ей замечание, оба. Я сказал, не смей вообще говорить ничего плохого про Аню. Что касается вопроса, не хватает тех качеств, которые есть в Ане. Ну, это не только в Ане, это во всех девушках должно быть. Несмотря на то, что Марина моя девушка, Марине нужно кое-чему поучиться у Ани, а не за глаза что-то говорить. И как бы я сказал Марине, говорю, Марина, если ты не собираешься готовить и вообще проявлять себя как-то, то, во-первых, я не буду отказаться от того, что предлагает мне Аня, а во-вторых, как бы нам не по пути. Аня, я хотел бы тебя послушать, как ты к этому относишься? Ну, я вообще в шоке, потому что Андрей несколько раз говорил, что Марина леди. Я тоже думаю, что Марина леди, и, видимо, она трусливая леди, потому что мне в глаза она улыбается, и говорит, Аня, ты хорошая девочка, я тебя уважаю, у меня нет к тебе зла. А за глаза она, значит, не обзывает. С ней мы еще поговорим на эту тему, потому что мне это не нравится. Мне не нравится, когда мою семью называют неблагополучной, хотя это совсем не так. Я не знаю, с какого потолка это кто-то взял. Семью ни в коем случае трогать не нужно, это неправильно. Я вообще против этого, но здесь есть мы, а семья – это другое. Вот. И еще я, знаете, как я скажу, любить все средства хороши. И поэтому я понимаю прекрасно Анина сейчас поведение, я ее вообще за это не сужу. На самом деле у нее есть любовь, и это видно. Оля, я что хочу сказать, что я готова меняться, я готова быть сильной, я готова отстаивать своего мужчину. Я решила так, просто уехать в мужскую спальню и разбирайтесь сами. Ну, не хочу я так. Я сюда пришла на проект, выразила симпатию к Андрею. Да, там, по внешности я считаю, что я конкретно лучше Ани, да. Но мне не хватает силы. Вот я хочу быть сильной, я хочу научиться отстаивать своего мужчину. Потому что в жизни таких ситуаций у меня не было. А просто уйти в женскую спальню – это просто создать себе комфортное какое-то состояние. Зачем мне искать легких путей, если я пришла сюда учиться? А вот как раз и Аня и сделает меня сильной. Значит, Марина, естественно, чувствует угрозу от Ани. Оно и правильно. Оно и правильно, просто она свою, она должна решить этот вопрос каким-то другим способом. Просто окружив своего мужчину максимальной заботой, для того, чтобы у Ани не было даже возможности как-то подкрасться, там, не знаю, с каким-нибудь борщом или с каким-нибудь блином к нему. Потому что он всегда сытый от пуза, он всегда довольный, он всегда веселый, он всегда помыт, побрит, свергает. Причесан, причесан, главное. Причесан, да. И нацелован. Тогда ему просто не нужна будет Аня, и он будет максимально в комфорте. То, о чем я тебе просил, что я тебе просил мне делать. Что? То, что я тебе просил мне делать. Значит, ведущие услышали, и прораб спрашивал, почему ты за глаза Аню обзываешь. Я ее не обзываю. Слово мальчалка, это разве обзывательное слово? Вот, послушай, сейчас я тебя прошу, при Ане, прошу, не называть ее так. Я тебе это просил. И еще, поднялась тема, я хочу тебя спросить, я просто в это не поверил, что якобы ты говорил, что Аня из неблагополучной семьи. У нас тема семьи не трогает, у нас, ну, это табу. Я тебя прошу. То есть ты говорила это, да? Да. Ну, смотри, теперь поговорю, с чего я. Мне, для меня, мальчалка, это обзывательство. И мне не нравится, что ты меня так называешь. А, извини, да. Не надо мне просить извинения, мне твои извинения. Почему? Она извинилась, Анюта? Да, я извинилась. Ну, как, она извинилась? Она, видишь, она не считала это. Ты считаешь, все, человек перед тобой принес извинения. Можно я с ней поговорю, пожалуйста, Анюта? Ну, хорошо, ты просто согреешься после того, как человек извинился. Пожалуйста, согреешься. Я согреюсь тебе, потому что мне не нравится. Потому что я ее не оскорбляю, она имеет право меня оскорблять. Она извинилась, Анюта. Так вот, мне не нравится, что ты меня оскорбляешь. И сейчас Андрей сказал мне, что он два раза сделал тебе замечание, в третий раз буду замечание тебе делать я. Потом, второй момент. Семью мою вообще не трогать. Ты ничего не знаешь обо мне и ничего не знаешь о моей семье. Моя семья, ни один из моих членов семьи сюда не приезжал, и никто из участников, кроме Андрея, не общался с членами моей семьи и не имеет понятия, какая у меня семья. Благополучно, неблагополучно и так далее. Поэтому ты не имеешь права затрагивать мою семью. Понятно это? Да. Все, спасибо за понимание. И в следующий раз тогда буду разговаривать с тобой я. Для меня, мочалка, это оскорбление. И любые другие слова, которые являются... А, я поняла, хорошо. Хорошо, просто это да. Ну ладно, не будем. Все, спасибо. На стройке, пацаны все слышали, что он вообще их сравнивает. Он Марину сравнивает с Аней Кручининой и говорит, что Марине нужно поучиться у Ани Кручининой. И она тоже это видит. Она просто, понимаешь, никто с парней ей симпатию-то не выражал. Но проблема любовного треугольника Марина, Андрей, Аня до сих пор волнует всех участников. Именно поэтому ребята решили провести соревнования между претендентками на сердце Андрея Черкасова. От вас требуется, в принципе, абсолютная тишина. Вы не должны говорить. Вы должны лишь делать то, что я вам скажу. Андрей, тебе сейчас и требуется угадывать. Анна это или Марина, тебе просто нужно сказать, кто лучше. Хорошо. Начнем с разминочки. Нужно помассировать Андрея его массивные крепкие плечи. Саня, что ты сам там массиваешь? Никита. Да нет, Саня, это ты. Ты расслабься, Андрей, расслабься. Не напрягайся. Нравится тебе? А, нет, это не ты, Сань. Это на ногах такие вогти у меня есть. Ничего себе, я сперва положу, что это вожжские руки. А сейчас? На носочки ходите, чтобы не было. Сейчас, как нравится? Андрей, ты устал? Нормально себя чувствуешь? Да, да, да. Андрей, скажи, кто лучше? Первый массаж или все-таки второй? Подожди, а можно первый еще раз делать? Потому что что-то слишком грубо было. Чуть полегче. В смысле? Первый раз прям, я бы мне показал, что это было. Ты эксперимент не понравился, что ли? Сейчас я найду его. Ну, Андрей, давай, мне кажется, хватит уже. Давай, делай мы воды. Кто лучше? Девушка, которая делала третий раз, третий раз, вот там лучше. В первом задании победила у нас конкурсантка номер один. Да. Так, второе задание. Девушки, вы должны поцеловать нежно Андрея ушко. Фу, как противно, смотри там. Тишина, ребят, тишина. Тишина, ребят. Чистота должна быть эксперимента. Андрей, ну сейчас, кто лучше, первый поцеловик или второй поцеловик? Я не знаю. Оба хороши, что ли? А можно ничью, да, и там 0,5, и там 0,5 баллов. Тебе оба понравились? Да, 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 оба хороши. Ну ладно, хорошо. С двумя. Хорошо. Обе девчонки получают по баллу. Так. Третье задание, девчоночки. Вам нужно помассировать его колени своими попами. Попой. Попой массируем мужчину своей мечты. Андрей, держись, я вижу, что ты напрёкся. Расслабься, расслабься, получай удовольствие. Первая конкурсантка хватит уже, я думаю. Вторая конкурсантка. Андрей, нормально себя чувствуешь, нет? Вот этот вариант сразу беру. Да? Да. Вот этот раз. Констант номер 2 получает ещё один балл. Тем самым у нас 3-1 пока. Ну что, задание номер 4. Да, нужно Андрея покормить. Покормить тем, что у нас есть. А что у нас есть? Давайте, первая конкурсантка пошла кормить. Пошла кормить. Андрей, пробуй. Чеснок. Зачем чеснок-то? Конкурсант номер 1 покормил. Конкурсант номер 2. Как-то вот, можно прожую? Не успел. Ой, 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 ой. Андрей, тебе понравилось? Андрей, а? Если бы я хотел, чтобы меня кормили, я хотел бы, чтобы меня кормили по варианту номер 2. Понятно. Молодец, Андрей. Ну что, и пятое, последнее задание. Девушки, вам нужно пощекотить его, полоскать его своими прекрасными волосами, чтобы Андрей тоже получил какое-то удовольствие. Конкурсант номер 1. Так. Так, конкурсант номер 1, не стесняясь, задрал маечку. Так, мочалочка пошла по телу. Так, конкурсант номер 2. Мочалочка пошла номер 2. А че, че? Они тебя ласкают волосами. Ты не чувствуешь, что ли? Сейчас ничего не чувствовал как-то. А че там? Не почувствовал? Ну, сейчас да нет. А в первый раз чувствовал? Вот первый раз мне и так сделали, а второй раз-то че? Ну, вот так вот, Андрей. Делай выбор. Один или два. Ну, второй раз я ничего не почувствовал. Значит, номер 1. Ну да. Получается, конкурсант номер 1 выигрывает со счетом 5-1. 5-1. Мы просто тебе покажем на секунду, кто набрал 5 баллов. Конкурсант номер 1, Аня Кручинина! Аплодисменты! Она набрала 5 баллов! Марина набрала 1 балл. Получается, все же старые отношения. Старый конь борозды не исполнил. Она просто лучше меня знает. Слушай, вот когда она на меня села и меня начала целовать, что, вообще никак? У нее чувства даже ревности, что ли, не было? Вы разговариваете? А что ты хочешь? Ты просто хотел бы поболтать. Ну вот я с ним болтаю, я говорю, я могу все понять. Закрой, пожалуйста, вот этот шкафчик. Я говорю, а когда в момент того, когда Кручинина на меня села и стал целовать, я говорю, ревности не было? Вот я спрашиваю, ревность хотя бы. Ну, конечно, мне было неприятно. Я поэтому сказала, а, я сначала не увидела. Почему ты держишь на себе? Объясни. Когда ты понимаешь, мужчине тоже не очень приятно. Конечно, приятны там другие моменты, но с другой стороны он же понимает, что ты не даешь реакции, но это тоже о чем-то говорит. И он начинает думать и катать вату. Может быть, тебе вообще плевать? Вот я и спрашиваю, как насчет вообще? Аня себя очень сейчас комфортно чувствует, я так скажу. Потому что ты позволяешь. Андрей, понятно, будет позволять. А что ей? Она скоро придет, к вам куровать, третий ляжет. Нет, она этого не сделала, потому что тебе будет неприятно слушать наши ахи и вздохи. Да кто еще будет ахать и вздохать, опять же вопрос, понимаешь? Аня или Марина? Нет, ни один человек не должен соглашаться на такие условия. В итоге, короче, никто даже не сомневается в том, что Андрей уйдет от тебя к ней. Понимаешь? Нет, 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 нет. Даже сам Андрей уже в этом не сомневается. Я говорю нет. Говорить ты можешь что угодно. Я могу идти только к тебе. Настя с Никитой. А меня никогда это не останавливало. Я у него столько девчонок у него увел. Ну, двух. Ладно, меня в сторону пока. Мы все уже потерялись в Бермудском любовном треугольнике Андрея Черкасова. А как из него выбраться, нам подскажет Оля Бузова. Здравствуйте, ребята. Ты знаешь, Игорь, сам Андрей уже потерялся в этом любовном Бермудском, как ты сказал, треугольнике. Андрей, вот если я правильно понимаю, сегодня ты немножко разочаровался в Марине. Не, ну как разочаровался. Просто был конкурс, где у меня были завязаны глаза. И в котором Кручинина рвала и металлы, и проявила себя, ну, знаешь, ну... Знаешь. Ну, прям вот от души. А Марина, к моему сожалению, равнодушно ко всему отнеслась, что даже когда Аня на меня села и поцеловала, от Марины не было никакой реакции. И я ее спросил, неужели, то есть у тебя вообще ничего не екнуло в этот момент. Я считаю, что это не совсем верно. А я считаю, что не совсем верно позволять другой девушке садиться на тебя и целовать. Конкурс? У меня глаза завязаны, и я ничего не знал, я не вижу. Ань, ну поделись своими впечатлениями о конкурсе. Великолепный конкурс, мне очень понравился. Мне нравится выигрывать, мне нравится, что я выиграла в этом конкурсе. Да, в принципе, это было сделать несложно. Вот. Классный конкурс, давайте еще таких конкурс. Ну, скоро будет еще один конкурс, человек года. Тебе удастся проявить себя в нем. Так что дерзай, Ань, кто знает. Она его выиграет вообще-то, кто не в курсе. И подарит черкасу. Вот черкаса говорит, что я его выиграю. Конечно. Я из тебя сделал, все народы любили. Марин, а у тебя какие впечатления после конкурса? Ну, конкурс прошел, да. И слава богу. И слава богу. И слава богу, что он прошел. Да. Так, Марин. Другая девушка садится на твоего молодого человека, и ты ничего не делаешь. Ну, тебе все равно, что ли, вообще на Андрея? Нет, мне не все равно. Ситуация, на самом деле, мне некомфортная. Ни разу в жизни я в таких ситуациях не была, чтобы за кого-то бороться. Но даже сейчас ты сидишь и признаешь свое поражение. Но ты же можешь выйти, да, стула из этого поражения. Сказать, да мне все равно, какие очки у Ани Курчининой. Она хоть во всех конкурсах выиграла, но она бывшая, а я настоящая и будущая. Она будет спать в женской спальне. А я буду в обнимку спать со своим любимым мужчиной. Почему так нельзя сказать? Вот сейчас это вырежут, а она так скажет. Склейте. Давай. Скажи это. Да. Скажи. Хоть еще Аня пусть сто раз выигрывает во всех разных конкурсах, но дело в том, что она его бывшая, а я его нынешняя. И пусть Анечка живет там в женской спальне, пока я буду делить кровать с Андреем. Вот здесь, Марина. Внимание. Да. Да. Вот так она тебя. Как она тебя, а? Как? Молодец. Как искрометно. Просто нужно в следующий раз делать это самостоятельно, без моих намеков. Хорошо? Да, да, да. Хорошо. Ладно. Андрей, ну и самое главное, твои-то впечатления после конкурса? Оль, мои впечатления. Очевидно было, что, наверное, Аня выиграет. Она этого больше хотела. Она меня лучше знает. Мы, я еще раз повторюсь, нам нужно с Марины время. Хорошо. Ребят, хочу послушать вас. Настя Ковалева. Сегодня, как все видели на конкурсе, Марина не дала никакой реакции, было полное бездействие. То есть, естественно, Андрей уже тоже задумался, нужен ли вообще Марине. Потому что, если бы моего мужика посадили посередине вот этого языка и какую-нибудь бабу рядом с ним поставили, даже стоять бы рядом не дала, понимаешь? Поэтому, вот честно, я не удивлюсь, если Андрей в скором времени уйдет к Ане. Нет, дело в том, что у Андрея иногда вылетают изо рта ошибочки по Фрейду, скажем так. Вот даже сейчас он сидел и говорил, что Аня займет там, человек года выиграет. И, отвернувшись от Марины, крикнул ей, хоть будет где нам жить. Тем самым дав понять, что в дальнейшем они стопудово сойдутся. И Марина, конечно же, выставляется как дурочка в этой ситуации. Марина, мне, конечно, очень приятно такие слова говорить, но ты правда очень мягкая, ты правда, сказать, погрубше, амебная. Нельзя позволять мужчине собланс другой женщины. Ну как так, на самом деле? Сегодня конкурс, она настолько себя вела нагло, я просто смотрел, я офигевал. Спасибо, Поляна. У нас есть в городе тоже мнение. Либерж. Все эти конкурсы унижают обеих девушек. Андрей, конечно, сейчас улыбается, радуется, но мне кажется, и Марина, и Аня могут в один прекрасный момент просто отвернуться от Андрея, и тогда Андрей останется в таком просаке. И, Андрюш, от любви до ненависти один шаг. Поверь мне, как огромная любовь у Ани сейчас есть, может появиться огромная ненависть к тебе. И тогда, поверь мне, не будет хорошо никому. Мне очень жалко Аню Кричиниру. Это борьба за чувства, Ань, а не за отношения. Потому что отношения между вами никогда не могут быть. Потому что любящий мужчина никогда не поступит так, как поступающий с Андреем Черкасовым. Жестоко, хладнокровно он относится что к тебе, что к Марине. Но только в Марине есть будущее дальше, потому что она не любит Черкасова, и она это делает ради своей потехи, и она сидит, улыбается, на все это смотрит, как человек со стороны. А ты жертва в этой ситуации. Ну ты привыкла играть роль жертвы. Ты больше не знаешь, как быть, что делать на проекте, как только быть жертвой. К сожалению, Ань. Мне кажется, что после сегодняшнего конкурса за плечами у Анечки должны вырасти крылья. Потому что что-то мне подсказывает, что это все-таки история Андрея и Ани. А Марина это пока что какое-то временное звено. А мы переходим к следующей теме. Правда, вчера вечером Андрей уехал за периметр по делам, а Марина осталась вместе со всеми праздновать день рождения Маши Бухун. А отсутствием Андрея тут же воспользовался Егор Халявин, которому Марина давно нравится. И будучи на веселе, он стал к ней приставать, что заметили многие. А что ты вообще пьешь? Что ты так понесла-то? Вино? Вообще, я бы очень не буду пить никогда. Не пей. А если пьешь, лучше ко мне не подходить. Держаться тебе буду подальше. Просто, не знаю, ты разговариваешь с Андреем? По смс. Найди, наверное, ну, такие-нибудь слова, там, для Андрея, ну, чтобы все нормально, они еще просто подурачили. Ну, если честно, если, конечно, поднимут эту тему, тебе придется на нее отвечать. А так, если ребята не поднимут, ну, ее сейчас захочет Аня поднимать. А ты мне не подставишь, я Андрею все сказала, что даже боюсь ложиться спать. Я долго не мог заснуть, в общем, у меня мыслей было ты и где ты спишь. Я хотел к тебе пойти, но я не в состоянии спать. Мне просто повезло. Я раза три пытался это сделать, но не получилось. Егор, на выход. Пошли разговаривать. В плане. Пошли разговаривать. В плане разговаривать. Но если ты смелый трогать мою девушку, пойдем поговорим один на один. Андрей, эээ... Пойдем, если ты смелый, чтобы трогать мою девушку, будь смел поговорить по-мужски. Андрей, я хочу с тобой поговорить. Пойдем. Я извинился перед твоей девушкой. Пойдем вы сейчас передо мной извиняться. Вчера я... Пойдем, че ты при свидетелях такой Я еще раз говорю, если ты смел ее трогать Будь умел со мной разговаривать один на один Андрей, ну, я да, вчера был Пойдем ты будешь мне это объяснять один на один Че ты сейчас при всех тут трусишь Андрей, ну ты понимаешь, что мы Вот сейчас мне объяснишьけ один на один Хватает смелости трогать девушку Должно хватать смелости разговаривать с ее парнем Ты прекрасно знал, что она в отношениях Будь добр, на выход Вот это вот я совершил эту ошибку Вот сейчас мне объяснишь эту ошибку Ну, что мы этим добьемся? Ну, набьешь ты мне сейчас рожу, хорошо. Пойдем поговорим. А я пойду посмотрю. Не, а можно мы один на один? Иди, иди, Игорь. Нежно, нежно, только это народу не глядится. Аня, ты на траву. Не, а зачем? Я хочу один на один, что вы все выходите? Ребят, можно мы поговорим? Нежно пока не стану. Можно? А что, не, ну не выходите, зачем вы цирк устраиваете? Мало ли убивать чувака будет. Егор, визжи громче, и он тебя испугается. А вдруг выслушай сначала? Да, да, да. А там ринг, наверное, тянули уже. То есть ты считаешь нормальным ее труп? Нет, я считаю, что это ненормальный. Нет, ты не садись, ты не садись, зачем? Ты считаешь нормальным. Че, сука? А, сука! А, сука, а, сука! А, сука, а, сука! А, смотрите. Тише, не садись. О, че? Випдом ушел с меня быстро, сука! Сука, я сказал, б***ь, ты жирная с меня б***ь! Сука! Стой, братан, стой, стой! Сука, випдом спрятался, быстро! Уйди, сука! Весь дом в випдоме сидишь, тварь! Весь день! Успокойся, все, он же уже получил, знает за что. Сказал, буду весь день его калашматить. В наказание он сидит весь день в випдоме, как крыса. Он извинился, он знает уже, за что он получил. Сука, я буду гонять его здесь, как жирную свинью! Пока не похудеет, ладно! Пока этот сука похудеет! Смелый какой! Когда меня нет, так ты смелый! После чего Егор уехал за периметром. А Анна Кручинина вчера весь день боролась за внимание Андрея и даже вечером уехала с поляны для встречи с ним. Вот только сегодня Аня увидела, как Андрей яростно защищает честь Марины, боюя с Егором. Ее это так задело, что девушка до лобного места плакала. Вчера мы говорили о том, что Аня фактически уже увела Андрея Черкасова. Сегодня она оплакивает его отношения и понимает, что, собственно говоря, уже, наверное, не судьба быть вместе. Я даже не знаю, с какого момента начать обсуждать вашу историю. Все, что было ночью, да, мы уже в курсе. Все обсудили, Аня приехала, смс-ки. Я не хочу вдаваться в подробности. Я хочу узнать, Андрей, у тебя. Ты настолько слаб, что ты боишься Егора? Я просто считаю, что хамов, которые по пьяни начинают приставать к занятым девочкам, надо наказывать. Именно так, как сегодня сделал я. Если девушка в паре, будь добр, проявить уважение. И если ты такой смелый, когда ты ее хватаешь, потом ответь из-за своей поступки. Не так уж он сильно приставал. Что значит не так сильно приставал? Это, во-первых. А во-вторых, не так уж сильно сопротивлялась Марина. Чужую женщину трогать не имеет права никто. Никто. Какой бы он там силы ни был. Андрей, для всех очевидно, что, понимаешь, ты не определился пока, кто для тебя все-таки твоя женщина. Ты говоришь, что непристойно вот Егору так себя вести, а, собственно говоря, сам позволяешь себе тоже очень много. Я не знаю, что сделал. Ночью вы были с Аней. И на проекте. И неважно, сколько минут, и каким образом Аня там оказалась. И, наверное, Егор имел право подумать о том, что он может проявить симпатию. Что это он так подумал? Я не знаю. А, что бы нет, Андрей, ты ночью с Аней Крущининой. Он свободный человек. Ты свободный человек. Я не звал. Я не звал Аню. Вы что меня осуждаете? Я сижу дома, с мамой общаюсь, вдруг звонок. Я внизу спускаюсь. Я говорю, мам, ну извини, пожалуйста, сейчас спущусь. Андрей не знал о том, что я приеду. Андрей совершенно не виновен. У Егора не было возможности полагать, что он имеет право что-то делать с Мариной, потому что поехать к Андрею была лишь моя инициатива. Мы поговорили ровно 15 минут. Потом я села в такси и поехала в клуб, куда, собственно, я должна была ехать к отмечению рождения Маши. Могу сказать, что я часто думала об этом, но никогда не говорила. И, наверное, порой в этом была моя ошибка. Я так сейчас хочу сказать. Андрей замечательный мужчина. Он будет прекрасным отцом, он будет прекрасным мужем. И девушке, которая будет рядом с ним, очень повезет. Но это не я. Я старалась. Но ничего не вышло. Увы, я отпускаю его. Просто сегодня мне стало очень обидно. Потому что я просто примирила ситуацию на себя. И я подумала, что если бы я вот так поступила, как Марина поступила ночью, я бы была сразу послана на три буквы. Но я бы так никогда не поступила. Я отпускаю этого человека. Пусть он строит свою любовь с другой девушкой. Ты прекращаешь любые попытки его вернуть. Сразу говорю, не верю. Но очевидно, что любовь, да, ты не сможешь просто взять и забыть, да, эти чувства. Андрей до сих пор сравнивает Марину с тобой. И говорит Марине, ты способна меня отлюбить так, как меня любит Аня Кручинина. Это о многом говорит. Ты можешь вот, ты готовит так, как готовила мне Аня. Но, Оль, тем не менее, он до сих пор с ней. Ну, он с ней, да. Но твоя речь сейчас, да, мне кажется, произнесена слишком рано. Она немножко несвоевременная. Потому что еще у вас ничего не понятно. Оль, да я просто устала. Точно так же, как и непонятно ничего у Андрея с Мариной. Просто устала. Я реально была готова на все. Ну, просто сегодня, ну, мне реально стало очень обидно. Потому что он с ней поговорил две минуты, а потом они уже стояли, обнимались. Андрей, тебе что ответить Аня? На ее такой монолог? Ну, суть монолога верна. Нужно отпустить и нужно ждать другого молодого человека, который сделает ее счастливым. Вот. У меня есть надежда, что с Мариной у меня все будет хорошо. Марина что-нибудь хочет добавить? Да, конечно, хочу. Оля, как мы обсуждали на ТЭТе, и, да, речь шла о моей эмоциональности, точнее, не эмоциональности, почему я не действую. Помнишь, я сказала, что я не уверена в симпатии? Ну, то есть я ему симпатична, но я не уверена. Мне показалось, что и кажется, ну, сейчас на данный момент нет, что Андрей по отношению ко мне проявляет симпатию, но не раскрылся так, чтобы его добиваться. Поэтому я была в таком замешательстве, что Андрей вроде бы говорит одно, да, что я ему симпатична, а на деле другое, говорит о мане комплименты, обсуждает, как я плохо готовлю. Я же все это вижу. Поэтому у меня опускались руки, чтобы бороться за него, потому что была не уверена в нем. А сейчас? Как мне вчера Сергей посоветовал, попробуй ввести четвертого человека, да, но это было просто как совет, вот, ну, проверить чувства Андрея. Итог, что вот эта ночная ситуация с Егором, в принципе, мне на руку. То есть мне, конечно, и ситуация эта неприятна, но она мне просто на руку, что Андрей проявился, я, ну, да, там... Что-то, о чем ты вообще говоришь? Марина, какая на руку ты? Ну, действительно, ты проявили себя я... Нет, реально, Марин, ну, вот ты разочаровываешься больше и больше, я уже скоро на тебя буду смотреть реально с отвращением. О чем ты говоришь? Ты подставила парня? Я не подставила, подставила, я Егору вчера говорила, я его не подставляла. Ты конкретно подставила, ты сейчас говоришь, что тебе это на руку, ты конкретно подставила парня, ты его узла. Я не поговорила этого. Ты его узла, оскорбила своего мужчину, и ты говоришь, что тебе это на руку. Мариночка, начинай думать Хотя бы чуть-чуть, на чуть-чуть Чтобы твой мозг работал Пока твой мозг, к сожалению Объективно не работает ни на грамм И поэтому вот этот лысый мужчина Скоро от тебя уйдет Неважно к этой девушке или к другой Я знаю, что в городе Женя Слиберш Очень недовольна, крайне недовольна Поведением Андрея Черкасова А еще бы они были довольны А еще бы вы высказались В правом углу ринга Андрей Черкасов Да-да, тот самый Андрей Черкасов Который был замечен в шикарных боях С кем? Кристина Лесковец Элина Камерен Покусанный 19-летний Ильюша Которого он прекрасно заломал на стройке Боже мой, Егор Как он напинал Егору Вы посмотрите, какие бойцы против него стояли Он выдержал все Браво, Андрей, самоутвердился Красавец Мужик Ужас какой-то Ань, хороший реветь, честно Уже смотрите, если честно Абсолютно неприятно Не смотри, если не нравится, Любер Я тебя не представляю Знаешь, подожди, успокойся Ты почему льешь слезы? По своей любви, которую колешь и лелеешь И сама себя жалеешь Боже, я же ради этого мужчины готова на все Как мне себя жалко Я разбиваю колени в кровь Или ты плачешь действительно по нему А ты реально посмотри, что он делает Стоит ли это того? Ты знаешь, если честно Любящая женщина может пойти на многое Я пережила большую любовь Я терпела и удары, и драки, и все что угодно Но никогда в жизни я не позволила бы мужчину Своего мужчине Вытирать об себя ноги Зато его я никто не бил И я не бухаю Да, и здорово, что тебя не били И здорово, что тебя не били Я не бухаю, и мне 18 лет И что? Это плюсы твои? Что тебя не били, и тебе 18 лет? А посмотри на свое эмоциональное состояние Мне кажется, что ты бы, наверное, лучше пощечину ощутила бы на себе Нежели рога твои Которые, извините, трехметровые Которые ты пилишь-пилишь, а спилить никак не можешь Чего ты не замечаешь, Либерш? Андрюш, а девушка, которая сидит рядом с тобой Ну, ты знаешь, игрок, но нехороший игрок Некрасивый игрок Та девушка, которая пытается вывести тебя на какие-то сомнительные эмоции с Егором Ну, бред какой-то Либерш, знаешь, в чем разница между моей парой и твоей? То, что я Егора наказал А твой Руднев схавал, когда тебя чмырил Руся Вот в этом разница Мужика и пацаненка твоего Который хавает Я тебя дурой назову, он схавает А я никому не позволю даже прикасаться к своей девушке И вот это отношение правильное Что-то ты Богдану морду не набил, когда он Анечку трогал, а? Обидно Что-то ты... Расстались Да ты что, обалдеть У тебя есть сидячих, как ты, Кирилюк, из-под тяжка сидячая ударила Я сидячих из-под тяжка не бью, а всегда лицо в лицо Ты тут же порядочность рассказываешь Забыла, что ли? Забыла, что ли? Когда он пришел тебе рожу чистить А мужчину отличает... Мужчину от пацанчика, как ты говоришь Вот муж-мужик, это который не бьет рожу А мужик это поступки К совершению ты, как революционер Своими поступками не доказываешь, что ты мужик Понимаешь? А что касается твоей... Что касается твоей бывшей Ани Так она сидит, плачет, говорит, что Я такого в отношениях не допускала Извини, она переспала с Богданом И ты ее просил за это И что-то было очень странно Брон закрой! Ты пес мердящий! Ты вот один раз же просил за это прощение Вот если ты мужик, вот за эти слова ответь Стоп, об этом мне сказал Богдан Давайте спросим у Богдана, было это или не было Я тебя высеку, отвечаю Давайте раз и навсегда эту ситуацию выясним Был секс у Богдана с Аней или нет? Богдан У тебя был интим с Аней? Было 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 Ну вот и все, в принципе, Анют Хорошо, проехали ситуации Проехали ситуации Хотя бы мы этот факт выяснили У нас, кстати, он сейчас мордан улетит Андрей Ты что? Андрей, а что ты к прошлому ревнуешь? Что в прошлом соноет? Потому что она мне клялась, что у них ничего не было Клялась Ну, Аня, для тебя уже никто У тебя Марина есть Ну, переспала она с Богданом Подождите, мы по ситуации говорим Или они будут каждый раз вспоминать какие-то моменты? По ситуации, Оль Не кричи, не кричи Подожди Я вот как обещал, что и Егора высек, но я высек Я обещаю, что за Лебеша ответит вот это чмо краснорылое Андрей, проблема-то у тебя в отношениях А ищешь виновных во всех остальных Ой, тронешь Женю? Ты срываешь свои эмоции на них Если он тебя тронет, я бабу его и забью Нет, а За свои слова твоей маме буду обещать, дорогой Не подставляй своих девушек Молодец, Лебеш, своих в обиду не дает Ладно, пока у нас все друг с другом на лобном месте не свели счеты Сему Андрея мы оставляем в сторону, но не закрываем Андрей, очень надеюсь, что завтра ты за многое извинишься Многие слова Перед этими? Вы хочешь выгоняй меня прямо сейчас про это? Я не буду извиняться Ну не будешь, так не будешь, Андрей Значит, это останется на твоей совесть Моя совесть чиста Вот, Саис, ты здесь, Андрюха Саис тоже здесь Я обстанилась Давай, значит так Давай пошагово вспомни, как все было в ту ночь Говори, пошагово все как было Значит так Балдахина не было, ты знаешь Мы лежали сбоку, ты лежала сбоку Я вошел, подвился несколько раз Сука, Ань Хочешь на детектор сядь, а? Чтоб начинаешь рассказывать Зачем мне врать, я никогда не врал в ситуацию, вот и все Все, Бо, я не провоцирую уже, все Знаешь, ты браком выставлять, я не надоело уже Детектор попробуй Я сидел один раз, никого кайфа не получал Хочешь здесь сядь? Сядь, сядь я от детектор Пусть ни хрена не было Не надо меня наговоривать, сука Так, Анют, успокойся Сделал и делал Подождите, подождите, Дановна, мы эту ситуацию решили Мы опять выясняем? Потому что меня это задолбало, Оля Меня задолбало, что я сижу и мне этот потом говорит Сука, ты мне изменяла, а я не изменяла Богдан говорит, что было Ну молодец, говорит И Рудев так говорит И кто там еще его друзья так говорят А откуда я знаю? Он тогда это сказал со злости Потому что когда я его бросила И он ушел на голосование Просто против него собрали заговор Ему, видимо, обидно Мне кажется, сейчас это даже не столь важно У тебя проблема с Андреем А не... Это важно, потому что Анюта сейчас говорит Что я сука, и я ему изменяла И мне неприятно это слышать В тот момент вы вообще расстались Она мне клялась, что у них ничего не было Че ты сейчас... Не надо бы... Просто она с ним ездит, тусит Типа друзья-карифаны А он ей вот говорит Вы определите уже, какие у вас отношения Вы хотите, а мы можем устроить детектор Если это нужно... Это ей надо Это ее на всю страну-то говорят Ну как, ты же ей говоришь Ах ты, сука, ты мне изменяла Подожди... А тебе неинтересно узнать, было или не было? Мне... Ну, если честно... Тебе важно этот момент? Нет, я хочу знать, верите или не верите Ну просто она уже не... Давайте сделаем детектор По сути-то поднялась проблема старая Ключевина Богдана В этой проблеме, когда Богдан пришел Он что ему сказал четко? Мне не нравится, что ты льешь грязь Что у тебя ничего не было То есть он верит Кручининой А сейчас почему он становится Опять на сторону Богдана? Зачем он это выясняет? По сути, если тебе это неприятно Ты же тогда... Говори по-мужски-то с Богданом Скажи, ты опять что-то урод раскрываешь Что ты врешь? Я верю своей женщине Понимаешь? А тут, получается, они что-то пошли выяснять Кручина с Богданом Зачем это надо? Суть так важна Просто в очередной раз Андрей Черкасов Оскорблением и всем остальным Попытался обосрать других людей Дабы возвысить себя Типа, не я одно дерьмо Они еще хуже Сказал бы, ребят, да Мне на вас чихать На ваше мнение и на все остальное Вы для меня никто И звать вас никак И все Понимаешь, да? Как бы Высказал мнение? Высказал А тут вы Вопрос в другом Если он... Хорош тебе что-то, что-то, что-то Другой врет В любом случае Обманули тебе что один, что вторая Нет Правильно? Вопрос Зачем он девочку? Вот, ну, можно же ради себя даже Ну, ради дружбы Если они дружат Не, ну... Сказать, что да нет, ничего не было Если говорить, что ничего не было Так надо говорить, что ничего не было С самого начала А то он там сказал, там сказал А потом говорит, что не был Ничего страшного А так девочку опозорил Ну, девочку опозорил Ему свое эго превыше всего, Андрей Замуж хотел Правильно? Для этого ты знаешь, что нужно делать Не врать Да, да, я знаю Понимаешь, вы хорошо общаетесь Мы не хорошо общаетесь Мы только начали хорошо Вы вместе тусили Весь интернет в фотографиях, как вы вместе тусите И когда твоего товарища Парня, твоей лучшей подружки на проекте спрашивают У него даже нет мысли тебя прикрыть хотя бы Может, даже если бы это было Прикрыть Мы хорошо общаемся, Андрей Мы только начали налаживать общение Он берет и говорит Я в таких ситуациях никогда не вру Вот я думала, что он не будет спрашивать хотя бы в этот раз Да, мы поехали вместе в клуб Просто хотел поехать отдохнуть И не хотел поехать именно с ним Мы только Андрей, пожалуйста Скажи мне, пожалуйста Просто скажи мне, пожалуйста Когда мы увидели вот это видео Где он об этом рассказывает Да? Я тебе говорю Вот он Вот все, он намыливается Хочет вернуться Что ты тогда сказала? Что он для тебя умер? Что ты даже с ним общаться не хочешь? И уже на второй день Вы нормально общаетесь Теперь это Понимаешь, это твоя жизнь Ты мне сейчас ничего доказывать не должна Я тебе не парень Просто Вот Я тебе говорю Даже взгляд со стороны Кузнецовка мне подходит и говорит Андрюха Теперь я верю тебе, что она тебя обманывала Да, я тебя обманула Я не спорю Я виновата Ты мне ничего не должна Ты мне ничего не доказывать Закрой эту тему Нет, я хочу тебе это доказать Андрей Я как Поверь Только если Богдан поклянется здоровьем своей мамы И скажет, что он соврал И запомни это раз и навсегда Если бы можно было Я бы сейчас кровью это написал Человек, предавший однажды Предаст тебе еще раз Богдан тебе предавал И сейчас Я не хочу общаться с этим человеком Он Он умер для меня Потому что Я тебе серьезно говорю Если бы ты меня не держала Я бы ему вмазала И пофиг, что бы он мне, возможно, дал ответку Я сейчас убью его А если бы ты вмазала Что бы изменила ситуацию? Не знаю Но я могу сказать Мне безумно этого хотелось Как-то похоже Вот я знаю, что я хочу вмазать труд него И понимаю, что ничего не изменит Ну, бояться будет больше Если бы сейчас что-то произошло Я имела право тебе ничего не доказывать Но это было в момент наших отношений И мы после этого Мы жили замечательно У нас были прекрасные отношения Я, сука, хотела за тебя замуж И хотела рвить тебя с сына Поэтому я обязана тебе доказать Чего ты ржешь? Сука Ты зачем вот по-больному меня бьешь? Ты же знаешь, как я сына хочу Я знаю, как ты хочешь сына И хочешь назвать его Святослав Ты можешь закрыть город? Ты чего мне вот это делаешь-то? Для чего? Я тоже хочу сына Святослава Я просто прошу Если ты меня хотел помучить Ты мне помучила Если ты хотел, чтобы я что-то поняла Я все поняла Я тебе могу сказать Я надеюсь, ты встретишь Ты научишься различать Хороших людей и плохих Ты встретишь хорошего парня И сравнивая его со мной Ты будешь думать Боже мой, мой-то выше Красивее и лучше Спасибо, Черкасов Что ты был в моей жизни И это был хороший урок Я не хочу этого А надо Я не хочу другого мужчину Я не хочу, чтобы он был выше Не хочу, чтобы он был с волосами Не хочу Я назло тебе вырасту Я отращу волосы А мне все равно Нафиг я тебе нужен Через 10 лет мне будет уже 42 Через 20 лет мне будет 52 А тебе будет 38 О, старый я Найди помоложе Дорог ты Ну знаю По крайней мере После каждого Извиняюсь По крайней мере После каждого нашего диалога Ты как-то вроде в себя приходишь Как-то по-другому